Исполняющий обязанности Акимогорода Дмитрий Гариков в рамках двухдневной поездки встретился с жителями сел Кайнар и Абралы. Остановился на положительных изменениях за 8 месяцев 2022 года и отметил хорошую динамику в развитии сел. Обеспечение благополучия и качества жизни населения в текущем году на развитие Королевского сельского округа было направлено 761 миллион тенге. По комплексному плану социально-экономического развития села Кайнар на средний ремонт автодорог республиканского значения семей Кайнар выделено 230 миллионов тенге. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса выделено 377 миллионов тенге. Также Дмитрий Гариков осмотрел школу в селе Кайнар. Школа была открыта в 1922 году. Типовой проект учреждения образования датируется 1974 годом. На ремонт здания в честь празднования столетия школы из областного бюджета выделили 53 миллиона тенге. Кайнарская средняя школа имени Бигалина была основана в 1922 году. Открылась в месте, которое называется Харатумсых. Типовой проект нынешней школы сделали в 1974 году. В этом учебном году наша школа отметит столетний юбилей. Накануне этого праздника из областного бюджета было выделено 53 миллиона тенге на текущий ремонт. Одним из главных новшеств для жителей села является строительство спортивного комплекса. За ходом строительства наблюдали представители исполнительной власти. Подрядчики, отвечающие за работы, пообещали завершить проект к зиме. На 2021-2024 годы выделили много средств для развития социальной экономики сельского округа, программа которого была у Даниала Кинжетаевича, когда мы были в составе Восточно-Казахстанской области. В этом же районе строились дома, ремонтировались дороги. Кроме того, нас радует, что здесь строится физкультурно-оздоровительный комплекс. Казалось бы, эти небольшие сложности должны были закончиться в ноябре, но мы надеемся, что вскоре так и будет. Далее исполняющий обязанности Акима города отправился в Абралы. Как говорится, когда желанный гость приходит, овца двой не приносит. Вот и здесь жители радуются тому, что в их домах теперь есть питьевая вода. Кроме того, для них открыли детскую игровую площадку, а также футбольное поле для молодежи. Радости собравшихся на мероприятии сельчан не было предела. В этом году в нашем селе было сделано очень много. Вот вы сами видите, что детская игровая площадка открыта. Также открывается футбольное поле. Кроме того, большую работу проделали для проведения в нашу деревню воды. Жители Абралинского сельского округа выразили благодарность за проделанную работу. Другие вопросы, поднятые в ходе встречи с исполняющим обязанности Акима города, в дальнейшем будут включены в повестку дня. Бутагоз Дандыбаева, Ақжыгыт Абзалбекулы Ельжам Ағзумов, Телеканал Семей.